Приветствую вас! Давайте попробуем немножечко по тексту вашему пройтись, дабы понять основные моменты, которые вас беспокоят. Вы пишете, люблю очень сильно одну девочку, но для нее мы просто друзья. Сразу вникает к вам такой момент, на основании чего вы сделали выучество, вы для нее друг. Как по вашему мнению, может проявляться не дружба со стороны женщины, если вы находитесь с ней не рядом. То есть девушка вполне вероятно дрожит вами, это очевидно, она вами дрожит, она не хочет вас терять. То, что она ведет себя с вами, как вдруг, может быть обусловлено вашим восприятием, то есть вы можете чего-то не замечать, а может быть обусловлено тем, что вы находитесь не рядом, и девушка не хочет вам дать понять, что она вас ждет, что она от вас зависима, чтобы, ну, в общем-то, ну, наверное, может быть даже не вредить самой себе. То есть здесь действует такой защитный механизм человека. Если тот, кто нравится, не рядом, то я не могу проявлять по отношению к этому человеку особо близких чувств, особо близких эмоций, потому что могу навредить себе. Дальше. Вы пишите, значит, что встречаете предка, она звонит, она мне почти козлики. Ну, собственно говоря, вникальный вопрос, говорили ли вы ей о том, что ее любится? Если говорили, если она вам сказала о том, что видит вас только в качестве друга и больше никак по-другому она вас не воспринимает, то вы можете ей просто объяснить, что как друг общаться с ней вы не можете. Именно по причине навичия у вас к ней серьезных чувств. И тогда у нее не будет повода, у нее не будет оснований для того, чтобы вам звонить. То есть она поймет, что ее звонок к вам, это, по сути дела, вред. Она вредит вам. Тем не менее, об этом вы вообще-то говоря не сказали и совершенно непонятно, говорили ли вы ей, и знает ли она о том же, что вы с ней чувствуете, и, собственно говоря, как она к этому относится и для чего она вам звонит. Зато вам не спросите меня, для чего ты мне звонишь. Если хочешь со мной дружить, то прости, я дружить с тобой не могу. И оставь меня, когда, если я охладею к тебе, я сам с тобой свяжусь, и мы с тобой будем дружить. Вот так вы можете сказать. Далее. Ага. Далее есть такой момент. Значит, вы пишите, что я вся лесная, два месяца были причины. Знаете, в чем дело? Причины вы не расстрелаются. То есть вы не говорите о том, почему вы не общались с девушкой. Ну, наверное, вы считаете, что это не важно. На самом деле, если вы руководствовались обидой, если вы руководствовались каким-то негативом, если вы хотели с ней общаться, но не общались по какой-то причине такой вот субъективной, да, то есть это ваше отношение, то это одно. Если вы поняли, что это ведет вас к чему-то негативному и нежелательному для себя, это другое. И поэтому важны причины, по которым вы не общались. Потому что если вы не общались из-за обиды, то как бы себя не отвлекали, обида все равно имеет место быть, а чувство отношения с ней, суть незавершенный процесс, который вы стремитесь завершить, и отсюда никакое время не поможет вам ее забыть. А если вы приходите к решению, что вам все не по пути, то вы чисто субъективно, по крайней мере, ставите точку на ваших отношениях и завершаете этот процесс, а дальше идет просто уже освоение новых моделей поведения, в которых девушки нет. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Если есть эффект напевшенного действия, то вам достаточно сложно будет как-то отвлечься, и как бы вы ни отвлекались, любое напоминание вам о девушке и сразу же вернет вас в то прежнее состояние. Соответственно, нужно процесс этот завершить. Как? Либо в разговоре с девушкой откровенно все выяснив, либо вам самому. Зависит здесь от вас. Дальше. Теперь скажем по поводу того, что вы не рядом. Если вы не рядом, то это навевает на мысль о том, что вы не на расстоянии. Соответственно, возникает сразу к вам вопрос. Всегда ли вы были на расстоянии? Если вы были всегда на расстоянии, как вы влюбились, почему вы начали вообще, ну, почему уступили отношения с человеком, с которым вы на расстоянии? Почему вы приняли для себя тот факт, что встречаетесь вы очень редко? То есть это ущерб вашим интересам идет сейчас. Когда вы в отношениях соглашаетесь на условия, которые вам не нравятся, которые вам вредят, вы наносите вред своим интересам. То есть, по сути, занижаете свою самооценку, снижаете свою ценность и, вообще-то говоря, позволяете пользоваться собой людям. В частности, девушка, которая звонит вам. Ибо звонит она вам, судя по всему, для чего-то своего. То есть она вам звонит, ей так удобно, она довольна, а вы, ну, вы как-то ее особо не волнуете, как я понял. Соответственно, не как вопрос вам, почему вы, как вообще получилось, что вы стали так с ней встречаться? Почему вы согласились на такие условия? И почему вы продолжаете это терпеть? Ради чего? Ради чего вы терпите такие условия для себя совершенно неприемлемые, неудобные, вредные. Дальше. Следующее, что я хочу вам сказать, это касается, собственно, того, ради чего, да, ради чего вы все это терпите. Это вот такая, прямо скажем, субъективная сторона вашего вопроса. Значит, смотрите, вы пишете о том, что ну, как бы, пробовали себя влечь, и все равно начали с ней общаться. То есть, получается, что вы хотите быть с ней, не можете без нее, в ней вы отчаянно нуждаетесь. Соответственно, потерять ее для вас означает потерять что-то для себя. поправьте меня, если я ошибаюсь. Соответственно, давайте подумаем. Любовь, это когда желаешь сделать человека счастливым. Любовь, это когда понимаешь человека таким, какой он есть. Любовь, это когда неважно, неважно с тобой человек, или без тебя, он, он, в принципе, вами любим, и вам самое главное, чтобы у него было все хорошо. То есть, иными словами, люби вы, любя, что вы человека по-настоящему, испытывая к нему настоящее чувство, настоящее чувство любви, вам было бы все равно. Друзья, вы не друзья, вместе, вы с ним вместе, вам было бы достаточно того, что вы чувствуете и достаточно того, что вы делаете человека счастливым, когда он вам звонит. То есть, вот она вам позвонила, вы поговорили с ней, сделали ее счастливой, вам этого достаточно. Но вам, как я понял, этого мало. Вы хотите чего-то для себя. И чего-то для себя же вы боитесь потерять, если с ней общение прекратится, а также чего-то для себя вы недополучаете в общении с ней. Чего-то вы хотите получить преимущественно и только от нее. и вот об этом вот на эту тему я и предлагаю вам подумать как можно более пристально, как можно более подробно. Что вы хотите от этой девушки? Почему вы хотите только от нее это? В чем вы нуждаетесь через нее? Вам нужно отделить свои потребности, которые вы пытаетесь реализовать через нее от истинных чувств. И тогда неизвестно, как вы вообще посмотрите на нее, кем она будет для вас, что она будет представлять из себя для вас и так далее. То есть подумайте над тем, чего вы хотите от девушки и почему именно от нее. Складывается ощущение, что вы пытаетесь получить от нее то, что нужно вам и вас не останавливает тот факт, что она этого дать вам не может. Вы все равно пытаетесь получить это от нее. И тогда это определенный поведенческий сценарий, который продиктован либо комплексами, либо родительскими отношениями, либо какими-то страхами, либо неуверенностью в себе. То есть чем-то, от чего вас нужно избавлять. Что-то, что делает вас не свободным, мешает вам быть полноправным, независимым с партнером в отношениях. И вот от этого вам и нужно избавляться. Понимаете? Это мешает вам и делает вас несчастны, по сути дела. и если бы вы больше информации предоставили о себе, то я думаю, что есть здесь что-то от родительского сценария. То есть вот вы говорите, мне нужно или думаете, мне нужно что-то от девушки так же, как, например, я хотел получить что-то от своих родителей, но не дополучил. Или, например, вы говорите, я с этой девочкой хочу чего-то достичь, потому что если я не достигну, я буду думать о себе хуже, или, например, никого не встречу больше, ни с кем не познакомлюсь, ни в кого не влюблюсь и прочее, то есть имеет место быть какой-то личный страх. Соответственно, вот это и нужно вам убирать, чтобы личные потребности удовлетворялись вами напрямую, не через девушку, не через человека, и тогда вы сможете избавиться от зависимости от нее. Потому что то, что вы чувствуете сейчас, это не что иное, как реакция на невозможность достичь того, чего вы хотите. То, что вы ощущаете на данный момент, опять, нежелание жить, это именно реакция на невозможность получить то, что вам нужно. А что вам нужно получить? Для чего вам это нужно? Почему вы хотите получить это только от девушки и не от кого больше? Вопросы, на которых нет ответа. Которые нет ответа. И вот с этим вам нужно поработать желательно с экспертом, желательно более приватной беседе, но можно и самому. Уверен, при определенной усидчивости и терпении вы сможете сами для себя эти моменты раскрыть и внести коррективы в свою деятельность и жизнь. На этом шоу, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете всего лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.